МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Мария Макеева. Эфир 41-го канала продолжает информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Депутаты облдумы заслушали отчет губернатора за 2021 год. Дача как трудотерапия. Кому помогает благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого? К новостям региона мы вернемся после событий в стране и мире. В США жители Юволда приносят цветы к импровизированному мемориалу перед начальной школой, чтобы почтить память жертв смертельного нападения бандитов в четверг. Во вторник 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу в начальной школе, в результате чего погибли 19 детей и двое взрослых. Стрелявший был убит сотрудником правоохранительных органов. Комментируя случившиеся, жители города критикуют республиканцев, которые находятся в кармане у Национальной стрелковой ассоциации и требуют ужесточения законов о контроле над оружием. Госсекретарь США Энтони Блинкин выступил в университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. Мы будем по-прежнему сосредоточены на самом серьезном, долгосрочном вызове международному порядку, который представляет Китайская Народная Республика. Китай – единственная страна, имеющая намерение изменить международный порядок, опираясь на растущую экономику, дипломатическую, военную и технологическую мощь, сказал Блинкин. При этом госсекретарь отметил, что в Белом доме считают Китай неотъемлемой частью мировой экономики. Кроме того, Пекин играет важную роль в решении глобальных проблем, поэтому двум странам придется иметь дело друг с другом. Это будет происходить не в качестве одолжения нам или кому-либо, и точно не в отказ от наших принципов, а потому что совместная работа над решением масштабных проблем – это то, чего мир ожидает от великих держав, сказал он. Ирак. Иракские законодатели в четверг единогласно приняли закон, который делает нормализацию отношений с Израилем преступлением, наказуемым в некоторых случаях пожизненным заключением или даже смертной казнью. Согласно закону, всем иракцам, государственным чиновникам, правительственным учреждениям, компаниям частного сектора, средством массовой информации запрещено создавать отношения с Израилем, посещать страну или содействовать нормализации отношений с Тель-Авивом. Закон под названием «Криминализация нормализации и установление отношений с сионистским образованием» был предложен шиитским священнослужителям Муктадой Ас-Садром и был принят как реакция на то, что все больше стран Персидского залива и арабских стран стремятся нормализовать отношения с Израилем. Государство Палестина. Израильский солдат несет ответственность за смерть Ширин Абу Аклех, заявил палестинский прокурор Акрам Аль-Хатиб в четверг во время объявления результатов расследования в Рамале. Было доказано, что военнослужащий израильской оккупационной армии, дислоцированной в середине переулка, выпустил боевую пулю и ранил журналистку Ширин прямо в голову с задней левой стороны, когда она пыталась убежать от выстрелов, произведенных оккупационными солдатами, пояснил он. По данным следствия, пуля, убившая журналистку, была выпущена из полуавтоматической винтовки, которая используется израильскими военными. В Великобритании в Палате общим в четверг министр финансов Великобритании Риши Сунак заявил, что правительство Бориса Джонсона ведет 25-процентный непредвиденный налог на прибыль нефтегазовых компаний. По его словам, деньги, которые будут собраны за счет сбора за электроэнергию, позже будут использованы для единовременной выплаты в размере 650 фунтов стерлингов восьми миллионам семей с низким доходом. Сунак объяснил, что новые меры являются временными, и когда цены на энергоносители вернутся к более исторически нормальным уровням, налог будет постепенно отменен. При этом компаниям предложат налоговые льготы на инвестиции. Компания будет получать налоговую скидку в 90% с каждого фунта, который вложит в свой бизнес, пояснил Сунак. Нидерланды. Около 175 активистов движения «Восстание против вымирания» были арестованы после акции протеста возле здания нефтяной компании в Роттердаме во вторник. Протестующие приклеились к транспортным средствам и улицам, прикрепились к трубам и перекрыли дорожное движение в городе. Полиция была направлена для того, чтобы отклеить их от общественных мест с помощью бутылок из-под Кока-Колы и задержать их. Некоторых протестующих тащили за собой, так как они отказывались вставать. Германия. Министр экономики и энергетики Германии Роберт Хаббек в Берлине в четверг приветствовал поклонников G7 для обсуждения усилий по снижению зависимости от ископаемого топлива. Важно, чтобы Европа оставалась единой и оставалась вместе. Именно поэтому все государства должны приложить усилия для сокращения зависимости. И это также относится к Венгрии, подчеркнул он. Хаббек назвал вопрос нефтяного эмбарго сложным, добавив, что это все еще возможно, несмотря на противодействие венгерского правительства. Новости ближнего зарубежья. Казахстан, самый масштабный по заверениям организаторов урок игры на Домри, прошел в интеллектуальной школе физико-математического направления в Нур-Султане. Видео было опубликовано организаторами в среду. В пресс-службе учебного заведения сообщили, что 1032 ученика сыграли на национальном казахском инструменте, сидя в школьном спортзале. Дирижером стал заслуженный деятель культуры Казахстана Айджан Токтаган. Организаторы надеются попасть в Книгу рекордов Гиннеса. По требованию организации за уроком наблюдали более 25 стюардов и два свидетеля. Домра – сакральный инструмент для каждого казаха. И внесение нашего урока в Книгу Гиннеса – это открытие Домра всему миру, считает дирижер. Грузия. Жители Тбилиси собрались в четверг на площади Свободы по случаю провозглашения Первой Демократической Республики. На кадрах можно увидеть парад, прошедший в рамках мероприятия. Во время празднования мужчины в национальных костюмах подняли на сцену флаг Грузии. Также состоялось выступление детского хора. На мероприятии присутствовал и президент Грузии Саламезу Рабишвили и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с семьей. Празднование завершилось концертом, который прошел на Центральном проспекте Руставели. Мероприятие приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии первым демократическим правительством во главе с Неожорданией. В этом году впервые за всю историю праздника вместе с гимном Грузии был исполнен и гимн Евросоюза. Молдавия. Суд в Кишиневе провел заседание по делу экс-президента страны Игоря Дадона. Как видно на кадрах, снятых в четверг, политика под конвоем заводит в здание суда, а по окончании заседания выводит сопровождение полиции. Суд удовлетворил запрос прокуратуры, поместив Игоря Дадона под домашний арест на 30 суток. Во вторник утром бывший президент Молдавии был задержан на 72 часа в рамках дела о государственной измене. Мы считаем, что это попытка давления на президента Дадона. Реакция общества говорит об этом, сказал журналистам адвокат Игоря Дадона Максим Лебеденский. Перед заседанием суда в Кишиневе в четверг прошел митинг в поддержку бывшего президента Молдавии. Десятки участников акции протеста выкрикивали лозунги, поднимали флаги Молдавии и держали в руках желтые плакаты. Сам бывший президент Молдавии заявил, что дело против него носит политический характер и было организовано с целью нейтрализовать оппозицию. Дирижирует делом посольство США с разрешением Майи Санду, отметил Дадон. Кроме того, экс-президент подчеркнул, что над его делом работают 53 прокурора и офицера. Ни один политик за 30 лет независимости Республики Молдова еще не был под таким политическим прессингом, добавил бывший лидер республики. Новости России. Пренебрежение интересами других стран в области политики и безопасности ведет к хаосу и экономическим потрясениям. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии первого Евразийского экономического форума в четверг в Москве. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило. Прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом, сказал президент. Кроме того, Путин отметил, что в стране продолжится работа по импортозамещению. Те области, в которые мы раньше не вкладывали соответствующих ресурсов, в том числе, скажем, и административных ресурсов, полагаясь на то, что все можно купить, продав нефть и газ, нас жизнь теперь сама заставила туда вкладывать деньги. И слава богу, что так произошло, добавил глава государства. Ранее в СМИ со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщили, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 миллиарда евро. В Кронштадте начались реставрационные работы военных фортов и подготовка к проведению Международного военно-морского салона 2023. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристко-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу в среду. Сообщается, что основной площадкой форума будет музей военно-морской славы. По ее словам, проект разработан также для повышения уровня занятости в городе. Здесь будут созданы более 1500 рабочих мест различных специальностей. В проекте запланировано открытие спортивного центра, средней школы, жилых кварталов, канатной дороги, торгового центра и отелей. На территории острова уже функционирует музейно-исторический парк, где посетители могут побывать на экскурсии, посвященной истории ВМФ России. Осмотреть аллею героев российского флота и маяк памяти с именами героев-моряков. Также здесь обустроены детская площадка и веревочный парк, прогулочные зоны и фудкорт. Согласно плану, проект полностью реализуют к 2024 году. Он будет представлять единый центр военно-морской славы России. Тяжелатлет из Казани, 45-летний Сергей Агаджинян, установил мировой рекорд по буксировке многотонной техники, отбуксировав три вертолета одновременно. Достижения зафиксировали представители Федерации силового экстрима России. На летно-испытательном комплексе Казанского вертолетного завода мужчине удалось передвинуть три вертолета, находящихся в цепке, на 4,3 метра за 24,63 секунды. Общий вес вертолетов составил 15,6 тонн. Во время тяги Агаджинян надул и лопнул грелку. А сразу после установления рекорда проделал этот трюк еще раз. Мне помогают, я не скрою, антропологические данные, силовые показатели, которые также отмечу без хвастовства, для моих 45 лет довольно-таки приличные. При этом я работаю именно над силовой выносливостью, рассказал Агаджинян или, как его прозвали в СМИ, русский халк. По словам президента Федерации силового экстрима России Василия Грищенко, экстрим как вид спорта был признан правительством РФ недавно, в январе прошлого года. Кабриолет – лишь часть списка необычных велосипедов, которые создал Игорь Баронос из Санкт-Петербурга. Изобретатель рассказал, что впервые занялся усовершенствованием двухколесного транспорта, когда ему было 13 лет. Тогда Баронос переделал небольшой детский велосипед в подростковый. В 16 лет он стал заниматься созданием веломобилей, чем увлекается до сих пор. Мне нравится чувствовать полет на этом велосипеде. На обычном велосипеде ты как-то едешь низенько над землей, а здесь уже повыше. Чувствуется какой-то небольшой полет. Поделился Баронос эмоциями от поездки на «Желтом ангеле». Велосипеде высотой 185 сантиметров. На счету Бароноса более 200 необычных транспортных средств. В том числе велосипед высотой более 6 метров. А также 40-сантиметровый мини-велосипед. Такие железные кони пользуются большим спросом в кино, театре и на фестивалях. Но самые частые заказчики – родители детей с ограниченными возможностями. Работу петербургского умельца можно встретить не только на выставках по всей Европе, но и в фильмах. И в музее необычных велосипедов в Угличе. Первые птенцы белого кречета вылупились в Соколином центре на Камчатке во вторник. В четверг сотрудники учреждения опубликовали видео с малышами. На кадрах первенцев кречета с пинцета кормят фаршем из перепелов и мышей. Как рассказали сотрудники центра, соколята чувствуют себя хорошо и будут перемещены к родителям в возрасте 12-14 дней. Также сообщается, что далее птенцы вместе со специалистами будут учиться летать и развивать социальные навыки. По задумке центра, птицы в конечном итоге должны выпускаться в дикую природу и восстанавливать популяцию. Новости нашего региона. За последние сутки в Воронежской области выявлено 182 новых случая коронавируса. Умерло 3 человека. О ситуации с заболеваемостью коронавирусом в России и мире в нашем обзоре. По данным Всероссийского штаба, 27 мая в России выявлено 4619 новых случаев коронавируса. Умерло 84 человека. Всего с начала пандемии зафиксировано 378 784 летальных исхода. Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионах Черноземья. В Воронежской области 182 новых заражения коронавируса. В Липецкой 55, в Курской 32, в Белгородской 36, в Тамбовской 30. По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за последние сутки в Воронежской области умерло 3 человека. В Москве 12, в Санкт-Петербурге 11, в Башкортостане 4, в Вологодской области 3. За последние сутки в мире выявлено более 294 тысяч новых случаев коронавируса. Из них в Северной Корее 100 тысяч, в Тайване 94 тысяч, в Австралии 38 тысяч. Самая большая смертность за все время пандемии отмечена в США. Там умерло более 1 миллион 30 тысяч человек. В Бразилии 666 тысяч, в Индии 524 тысячи. Всего в мире жертвами коронавируса стали более 6 миллионов 308 тысяч человек. Валерий Бобкин, 41 канал. 26 мая депутаты Воронежской областной думы под председательством Владимира Нетесова заслушали отчет губернатора о результатах деятельности облправительства за 2021 год. Отчет главы региона затронул такие темы, как борьба с коронавирусом и новые вызовы в условиях ужесточения санкции. В 2021 году на пике заболеваемости ковидом в области было перепрофилировано 60 медучреждений, развернуто 8,5 тысяч ковидных коек. Было организовано и дополнительное обучение. Переподготовку прошли более 12 тысяч медицинских работников. Есть успехи и в сельском хозяйстве. В прошлом году наш регион по производству сельскохозяйственной продукции вышел на четвертое место в России благодаря развитию животноводства. По молочной продукции, а также по сахару и подсолнечному маслу Воронежская область стабильно держится в лидерах по ЦФО. Не снижаются также темпы жилищного строительства, благоустройства городских пространств и сельских поселений. Прошлый год сложнее был, чем этот год, потому что такой объем средств, которые были направлены на национальные проекты, и очень много было объектов, связанных со строительством, конечно, требовалось систему немножко взбодрить, то, что называется. А дальше эта система уже выстроилась и работала практически без сбоев. Поэтому по итогам года, конечно, результат был неплохой. В 2021 году начали строительство Остужевской развязки, а до 1 июля будет готов проект дублёра Московского проспекта. Сами работы могут начаться уже этой осенью. Финансирование на главные масштабные проекты, заложенные в региональном бюджете. По словам председателя областной думы Владимира Нетёсова, главный финансовый документ сбалансированный и выверенный до копейки депутаты принимают во взаимодействии с органами исполнительной власти. Это сбалансированный бюджет, это обеспечение всех расходных обязательств источником погашения этих задач. А главное, есть перспектива чётко развития. Расставлена приоритетная сбалансированная политика, направлена на улучшение качества жизни Воронежского области. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал, при содействии пресс-службы Воронежской областной думы. Воронежстат опубликовал данные о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в первом квартале 2022 года. По данным статистиков, работники предприятий и организации региона стали зарабатывать на 12,7% больше, чем в прошлом году. В среднем им начислялось 42 323 рубля в месяц. Реальный размер доходов с учётом индекса потребительских цен за три месяца текущего года увеличился на 0,4% по сравнению с прошлым годом. Однако в марте произошло сокращение на 0,6%. Почти в два раза больше, чем в среднем по области, зарабатывали работники организаций, работающих в сфере связи и информации. В 1,6 раза финансисты, страховщики и те, кто трудился на предприятиях, производящих химическую продукцию. Также существенно выше среднего показателя можно было заработать в компаниях, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром, занимающихся производством лекарств. А вот труд работников сельского хозяйства оплачивался лишь на 88% от среднеобластных значений. Самые минимальные зарплаты оказались у тех, кто занимается производством табачных изделий, кожи и одежды. Валерий Бобкин, 41 канал. Дача, как трудотерапия. Вот уже 30 лет, как воронежская пенсионерка Мария Кочетова, не покладая рук, трудится на своем подворье. Как в 88 лет заядлый садовод и огородник справляется с нелегкой работой на земле, узнавала Галина Жукова. Эти дачные участки в Новоусманском районе под Рыканию, где расположилась СНТ, с одноименным названием в свое время выдавались с сотрудником мостозавода. Здесь в актером общежития трудилась и наша героиня. Давали на заводе, кто долго работал. Вот взяли дачу, спросил у дочери, у зятя, брать-брать. Сперва и работали, а потом и не стали ездить в последнее время. Дачные будни пенсионерки Марии Григорьевны начинаются с прополки огорода. Чего только нет на шестисоток у бабы Маши. Да и морква растет, и помидоры хорошо, себе и огурцы. Все для себя, все выращиваем. Яблоневый и вишневый сад, кусты смородина, малины, клубника, чесночок, лучок. Не знаю, какой сорт, но хороший. Многолетний лук. Именно такая экологически чистая продукция с бабушкиного огорода идет на ура у воронежских покупателей. Ведь она не только вкусная, но и полезная. Свои дачные излишки продает и Мария Григорьевна. Ну а куда ж девать-то? Вот лук, пять грядок его. Я его срезала и продала. Что остается, там помидорочки, может, остались, можно продать. А так я... Только свое. Спрашиваем Марию Григорьевну, как она в почти 90 лет справляется с таким хозяйством одна. Да мне легко. А что тут делать-то? Тут один день. Вот я вчера сидел вполне, посадил помидоры, полила вечером, утром встала, полила. А теперь до вечера дадуть воду, клубнику полью. Пенсионерка рассказывает, как полгода назад она перенесла коронавирус. На тот момент у нее было 55% поражения легких. Спасибо дочери-медику, которая буквально вытащила мать с того суета. Свою роль сыграли гены. Мама Мария Григорьевна дожила почти до 100 лет. Положили сперва в пятую. Три дня пролежала, потом туда, в больницу. Не пила, не ела. Раз, откушу, есть и не хочу. Вот дышать давали. Живот был как синий. Чем-то колали, шипали, шипали, шипали. Если бы не дочь, то бы не выжила никогда. Она меня месяц колола. По данным Росстата, на 1 января прошлого года общая численность пенсионеров в России составляла более 45 миллионов человек. Это почти треть населения страны. За минувший год их численность сократилась до 42 миллионов. Тем ценнее такие долгожители, как воронежская пенсионерка Мария Кочетова. Она с детства привыкла к труду. Родилась Мария Григорьевна в многодетной семье. Я 14-я у мамы. Ну, тогда была болезнь скарлатина, не выживали. Прям одного схоронили, второй. Нас пятеро осталось. Я и шила, трусы мужские ей на базаре продавала, и шапки вязала. В детсаду работал 10 лет. На мостзаводе 29 лет вахтером работал. Именно земля даёт ей силы, говорит пенсионерка. По признанию бабы Маши, секрет её долголетия прост. Врачам поменьше, поменьше лекарств. Тут своя лекарство растёт. Иван-чай вот хороший, ноги опухают, он сбрасывая. Репешок хороший. Тут много травы, много хорошей. Так и живёт баба Маша, не привыкшая на что-либо жаловаться и жалеть себя. Пенсионерка говорит, что ещё успеет отдохнуть на том свете, а здесь отдыхать некогда. Дача для Марии Григорьевны – это настоящая отдушина, которая даёт силы жить дальше. Ведь движение – это жизнь. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Благотворительный фонд святителя Антония Смирницкого в своей работе опирается на успешный опыт церкви в борьбе со страстями и пагубными зависимостями на протяжении тысячелетий. У фонда на территории России более 60 православных центров. О работе Воронежского отделения расскажут наши корреспонденты. Численность населения Воронежской области составляет 2 миллиона человек. Из них 15% детей и 28% пожилых. По данным регионального департамента социальной защиты населения, более 8% населения Воронежской области находится за чертой бедности. Это примерно 200 тысяч человек. В зоне риска в основном старики, многодетные инвалиды. Снижение доходов работающих происходит по известным причинам. Кто-то остается без работы. Но на фоне недавнего скачка цен не только бизнесу приходится держать удары, но и обычным воронежским семьям. Хуже всего приходится одиноким старикам, тем, которые в трудной жизненной ситуации оказывает помощь благотворительный фонд Антония Смирницкого. Раздача бесплатных обедов и доставку еды проводят в Воронеже каждую среду и субботу. По субботам мы кормим порядка 65 человек, а по средам развозим где-то у нас 42 набора в прошлую среду развозили. И в каждый день к нам приходят около 25 человек. То есть на выходных до 100, а в будние 20 приходят? 20-25, да. Приходят, да, каждый день мы их кормим горячими обедами. Что на обеде будет? Сегодня на доставку у нас гречка, куриная голень запеченная, салат весенний с свежих овощей, булочка, обязательно сладости, и, конечно же, фрукты, банан. Источники и статистика говорят о том, что основная масса пожилых людей и инвалидов – малоимущие. Почему государство не всем может обеспечить достойную, ну или хотя бы близкую к нормальной старость? Очень много уходит на лекарства, потому что лекарства дорогие, лекарства много выписывают. Наши подопечные на самом деле говорят, что пенсия маленькая, хватает только заплатить за квартиру и приобрести необходимые лекарства. И поэтому благодарят, что привозим им еду, и они нуждаются, они действительно в этом нуждаются. Всего лишь одна улыбка пожилого человека – это уже так много, ведь каждый из нас может чем-то помочь. То, что является мелочью для нас, становится большой ценностью для стариков. В настоящее время помогаю не так часто, как хотелось бы, ну потому что дома сейчас подрастает уже пять помощников. Многодетная мама и по совместительству скульптор Лейла считает, что в христианской морали добро, которое мы отдаем, в стукратном объеме нам возвращается. Волонтеры приходят, обращаются, узнают о том, что есть такая возможность поучаствовать в помощи, в оказании помощи. Звонят, договариваемся, приходят. Но вот из всех тех, кто обратились, остались у меня где-то 10 человек, волонтеров, которые постоянно приходят и принимают участие приготовления и доставки. Ну по выходным вот особо много в субботу приходят сюда, мы на 100 человек готовим. Вот массовое такое кормление. Ну так в течение дня по 20 человек. По средам вот развозим. Анна, домохозяйка и волонтер благотворительного фонда, считает, что помогать ближнему мы должны не только по Божьей заповеди. Помогая людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, они сами получают силы и утешение. Таким образом раскрывается божественный замысел о человеке. Любовь к Богу и ближнему наполняет каждого волонтера смыслом жизни, вдохновляет к новым свершениям на Неве милосердия. Пенсионеры, есть и инвалиды, есть даже у нас слепые, которые не видят, то есть не могут даже подойти к плите, элементарно подоградить, разогреть себе еду. И поэтому для них это еще очень важно, что мы привозим им горячую еду, они едят ее с удовольствием. Случай даже был такой, приехали к бабушке, у бабушки рукав на халате обгоревший, потому что она подошла к плите, захотела подогреть себе, покушать, и произошло воспламенение. Но слава Богу, что рука не пострадала, тело, а халат сгорел. Поэтому, конечно, наверное, поэтому и стали заниматься доставкой еды по домам. Антонине Михайловне 83 года. Воронежина приехала из Орловской области в 1964 году по направлению, после окончания Московского института искусств. Устроилась работать в Никитинскую библиотеку, где проработала 45 лет. Только единственная церковь богоябленская привозит к тому еду необходимую, качественную, вкусную, здоровую пищу. Так что спасибо большое. Очень благодарна, признательна. По статистике, в России четверть пожилых людей одиноки. Болезнь, бедность, недостаток внимания и обычного человеческого общения. Это главные жалобы старшего поколения Воронежа. В сложной ситуации не нужно задаваться вопросом, почему надо помогать пожилым. Важно незамедлительно действовать, чтобы спасти человека и не оставить его одного наедине со своей бедой. В регионе появится Красная книга почв в Воронежской области. Об этом сообщили в Департаменте природных ресурсов и экологии. Такое решение принято для формирования сведений и анализа состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. В регионе появится Красная книга почв в Воронежской области. Об этом сообщили в Департаменте природных ресурсов и экологии. Такое решение принято для формирования сведений и анализа состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения почв. Чтобы сформировать Красную книгу, были проведены полевые научно-исследовательские работы на территории всех районов области. Было выделено 94 разновидности почв. Их разделили на 5 охраняемых категорий. Эталонные почвы, редкие, исчезающие, уникальные и огроземые. Почвы нашей области не имеют аналогов во всем мире. От того, в каком состоянии почва, зависит экологический ландшафт и вся биосфера в целом. Так как почва является катализатором процессов обмена веществ и энергии. Изучение состояния почв позволяет оценить характер и направление изменения окружающей среды и прогнозировать их последствия. Первое печатное издание Красной книги почв Воронежской области выйдет в конце этого года. Валерий Бобкин, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который вы видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала и в наших группах в соцсетях. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов, в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21.00 по московскому времени. Также смотрите онлайн-трансляцию прямого эфира на официальном сайте 41 канала и подписывайтесь на наш YouTube канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска о погоде в мире и в Воронежской области. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok